АПЛОДИСМЕНТЫ Нельзя, блядь. Ну, ок, поехали. Однажды толкатель ядра по кличке Кабан предложил мне погадать на жениха. Мне было 14, для меня это было важно. Я протянула Кабану руку, и он долго тер мне большой палец. Ну, или не очень долго, но интенсивно. Пока не образовался валдырь и не слезла кожа. Получилась круглая рана. На О его будут звать. На О. Кабан ржал, как дебил. Его друзья ржали, как дебил. И мне было больно, я заплакала. Дурак, подумала я, может быть, даже сказала вслух. Рана потом зажила, но я начала ждать того, который на О. А цыганка на Сорочинской ярмарке взяла с нас подружкой 3 рубля и нагадала нам мужей на букву В. И ей, и мне на 3 рубля. В тот момент мне нравилось двое на В, так что гаданием я осталась довольна. А как весело, как здорово было гадать на блюдце. Ну, на блюдце, помните? На бумаге писали буквы, на блюдце клали руки и вызывали покойника. Он приходил и отвечал на все мои вопросы и называл мне букву Р. И именно фехтовальщика Р я тогда была влюблена со страшной силой. А пару лет назад на святки я положила под подушку бумажки с актуальными на тот момент мужскими именами. Проснувшись, достала именно то имя, которое хотела достать. На Ж или на З, уже не помню. Так вот, что я хочу сказать, сбылось все, потому что сбывается все. Все буквы приходят, потом уходят. Ну, их же много, куда уходят? На войну, конечно, куда им еще уходить? Вот, что они говорят, уходя на войну. Р, я буду тобой гордиться. В, ты очень сильная. Г, у нас космическая связь. Ю, хочется легкости. З, я же ухожу на войну. О, ты для меня как Украина. Последнее слышу все чаще. Мои дорогие ОВГР и другие, как же вы заебали. Ну, это я так, без затравки. Всем же интересно про личнуху. Так называется отношение между мужчиной и женщиной. Мой друг Миша. Поехали дальше. Я как Украина. Все началось с коров. Моя русская одноклассница из киевской школы сказала, что они вонючие. Их водили в пионерском лагере на ферму, и она сказала, что коровы вонючие, что там говно везде. Что она испачкала свои белые штаны. Вот тогда, именно тогда, я впервые почувствовала себя Украиной. Я почувствовала, что моя подруга не любит Украину. Потому что если бы она любила Украину, она бы любила и коров. Потому что коровы – это любовь. Потому что нашу корову звали Кахана, что в переводе – любимая. И говно у нее было из травы. Она ела только траву, хлеб и лизала соль. А трава, хлеб и соль не воняют. А по утрам бабушка приносила мне кружку парного молока от Каханы в постель. Я выпивала и спала дальше. У меня были розовые щеки и крепкие кости. А осенью мне нужно было возвращаться туда, где думали, что говно коров воняет в Киев. Где украинский учили только с четвертого класса, а говорить на нем считалось стыдно. И мне приходилось менять свой летний язык на язык зимний. И до следующих каникул снился мне садок вишневый Беляхате. И снилось мне, что я пасу коров, Кахану, Чайку, Квитку, Майку. Я их потом коллекционировала. Больше не коллекционирую, не дарите. Почему-то нормально коллекционировать медведей, а коров странно. Вообще я плачу сейчас, не верите? В ЛИТ-институте в Москве со мной учились два брата. Они называли себя донскими казаками и были очень православными. Пили по-черному, называли меня хохлушкой. Требовали вернуться в состав России. Напившись, выстраивались под моей дверью и немедленно требовали вернуться. Идите нахуй, просила я. Но они ложились под дверью спать, и мы с соседкой, сори за подробность, ходили на ведро. Младшего или старшего звали Паша. Когда я переезжала из общежития на съемную квартиру, это пятый этаж, без лифта, он помогал с переездом. Носил мои тяжелые сумки с книгами, целый день носил. С него ручьями стекал пот. Был он, наверное, не очень здоров, плохо питался. Благодарность за помощь я напоила его водкой, накормила мясной нарезкой и отправила его в общежитие. Потом я узнала, что у него не было денег на проезд, и он полночи шел пешком. Очень пьяный, очень уставший, похолодный и стрёмный в Москве. Не попросил на проезд, постеснялся. Добрее не было человека. Через пару лет он угорел в деревенском доме, и тогда была наша последняя встреча. Опять я плачу, конечно, как тут не плакать. Интересно, что бы он сейчас писал в Фейсбуке? Крым наш, как минимум. Хотя нет, он бы не завел Фейсбук. Еще тогда братья убеждали меня, что компьютер – изобретение дьявола. А в подвале на Трехпрудном? В подвале на Трехпрудном я забывала, что я Украина, а ты не Украина. В подвале на Трехпрудном это все было не важно, потому что это не должно быть важно. Это все само собой разумеется и не обсуждается. Важны дружба, творчество, любовь и уважать границы друг друга. Вообще понимание добра и зла в подвале на Трехпрудном у всех примерно совпадало. Совпадает. Мне кажется, я не была у вас лет 10 и больше не буду никогда. Конечно, я снова плачу, когда говорю об этом, потому что я психбольная, потому что давно не видела друзей. Мне кажется, что мы все в ссылке друг от друга. Я вас идеализирую, но не всех, конечно. Я жду конца конца, чтобы приехать в новый Театр ДОК, потому что пока не настанет конец конца, я не приеду. И от этого еще больше хочется плакать, но нет, у нас же святки, гадания, праздник. Давайте веселиться, давайте я вам погадаю. Так вот, мы все умрем. Нет, ну мы правда все умрем. Просто обидно, что обидно, так обидно умереть в хаосе на радость мракобесов и мракобесок. Мракобесок, не разрулив вопросы с войной, властью, пропагандой, не разобравшись со своими буквами, не встретив свою букву И. У меня простое тупое предложение. Давайте не будем умирать в этой ситуации. Давайте гадать на блюдцах, делать на пальцах дырки, вызывать покойников, писать святому Николаю, да что угодно, даже работать. Давайте это переживем, короче.